Но когда это случится, да, они заплатят за всё. За всё. А если тебе раньше надоест? Надоест? Что? Жить со старым толстяком, который носит парик. Кошмар. Но это компенсируется нулями на счёте, милый мой. Я знаю, что ты амбициозна, Моника. Деньги решают всё. Да. Но я уверен, что тебе понадобится ещё что-то. Думаешь? Например? Например, страстные ночи, которые мы проводили вместе с тобой. Помнишь? Бывало. Но ведь можно и повторить? Возможно. И потом он велел ей уйти. Она сказала, что он не может запретить ей находиться здесь. Они ужасно ругались, и потом сеньорита Моника ушла, ужасно злая. Он... Мерта, не могли бы вы принести мне чашку кофе? И не соединяйте меня ни с кем, хорошо? Меня нет. Да, сеньор. Ну и... Мне было так плохо, Эстеба. Сначала я виделся с дочерью. Я не знал, как она встретит меня. А потом это было ужасно. Как у меня выдержало сердце. Встреча прошла так плохо. Она тебя не приняла? Нет, нет. Она обнимала меня, целовала, но... Ты не представляешь, что за вопрос она задавала. И я не знал, как на них ответить. А потом, когда я уходил, она стала плакать. Не хотела меня отпускать. Просила меня остаться. Мне было так плохо. Я сам не хотел расставаться с ней. Это невыносимо. Я больше не могу. Не знаю, что мне делать. Какой-то кошмар. Успокойся, Франциска. Вспомни, что это часть решения, которые ты принял. Ты знал об этом. Да, но... Это так тяжело. Поставьте здесь. Мне тоже сейчас нелегко. Я заходил к Летисе, моей второй дочери. И она отвергла меня. Ну, может, стоило быть настойчивее. Она выразилась вполне определенно. Так же, как и Лаурита. Оставь Мегелона в покое. Белобрысая самозванка. Зато ты у нас чернее некуда. Мерзавка. Хватит. Мерседес, успокойся. Что ты здесь делаешь? Она меня обзывала, Мегелон. Почему ты живешь с ней? Мегелон, скажи ей, чтобы она не вмешивалась в нашу жизнь. Скажи ей, что ты меня любишь. Хватит, замолчите. Я тебя предупреждал, чтобы ты не приходила сюда. Но, Мегелон... Послушай, если будешь приставать, я тебя брошу. Ты меня слышала? Я порву с тобой. Запомни это. Пошли. А ты? Ты сиди тихо. Слышишь? Я скоро вернусь. Идем. Это крашеная выдра. Мы же договорились. Мы расстаемся. Иди. Идем. Иди. Иди. Донья Хинероса, опять скандал. Еще один. Похоже, это Белобрыса и Ларитана подрались. Одни проблемы, и их все больше и больше. И не только с разводом из Габи. Что еще случилось? Мирта только что мне сказала, что сюда приходила Моника, и Алехандро вышвырнул ее вон. Представляешь, что будет? И потом Моника сказала, что нам надо выбрать дом для ее бабушки, потому что она не может вернуться в свой дом, в Римак. И в довершение ко всему, Йоланда сказала, что не хочет продавать свои акции. Об этом стоит позаботиться. Я и так посоветовал ее адвокат. Я знал, что с ним у нас будут проблемы. Понимаешь, что это значит? Она будет делать то, что он ей сказал, а не то, что говорю я. Представляешь, Эстебан? Значит, мне она не доверяет, а слушает другого человека, незнакомого мужчину. Мы будем надеяться, что все будет хорошо, и Йоланда все-таки продаст акции. Я не могу с ней говорить, Эстебан. Все так сложно. И после того, что случилось с Габи, я испытал такое потрясение. Знаешь, я боюсь, что Габи разлюбит меня. Не накаркой. Посмотри на меня. Смотри, как мне не повезло с обеими дочерьми. Одна не любит меня, а Лаурита оставила меня ради этого шофера. Того, что рекомендовала Мария Эмилия. Снова скандал? Да, снова. Что случилось? Любовь моя, я тебе расскажу. Похоже, Мерседес ходила к донору Дейтио домой и пыталась подраться с той девушкой. Правда? Да. Я не уверена, но обе, по-моему, таскали друг друга за волосы. А пока они дрались, пришел Мегелон. Как раз тогда, когда они обещали друг другу вытерпать глаза. А как ты узнала об этом? Дорогая, люди, они же любят сплетничать. Они всегда в курсе того, что происходит вокруг. Представляешь, Мегелон схватил Мерседес, они вышли на улицу и так кричали друг на друга, что их вопли слышал весь квартал. Переполох в курятнике. Вся округа смотрела на них, Рами рассказал, и еще три человека приходили, чтобы рассказать. Лучше я пойду, пока еще кто-нибудь не пришел. А Кенероса только делает вид, что не любит сплетничать. Любимый, посмотри на эти картины. Давай выберем для нашего дома. Нет, я просто хотела посмотреть. Ну, ты счастлива? Очень. Я никогда не была так счастлива. Ты не Мария Эмилия. Ты не моя девушка. Ты не та женщина, в которую я влюбился. Ты чужая. Ты самозванка. Ты грязная женщина, предательница и лгунья. Нет, нет, это неправда. Что ты выдумал, Александр? Как ты мог поверить? Уйди, не прикасайся ко мне. Ты с ума сошел? Меня от тебя тошнит. Тошнит. Успокойся, милая. Скажи мне, ты собираешься все время теперь плакать? Смотри, носик совсем красный, как помидор. Не издевайся надо мной. Габи. Я побывала с папой, так мало времени. Ужасно мало. Что делать, дорогая? Нет, почему? Он наш, я не согласна. Как же мне не расстраиваться? Давай сделаем вот что. Поехали кататься. Я скажу Инессу, что беру тебя с собой. Нет, нет, я не хочу кататься. Это не прогулка. Скажите, синьорита, вы не согласитесь оказать мне услугу? Мы кое-кого навестим. Привет. Надеюсь, на этот раз ты не выгонишь меня. Габи просила привезти ее к тебе. Мария, милая, я так хотела тебя видеть. Габи, солнышко. Я так по тебе скучала. Ты не забыла меня? Что ты? Как я могла забыть свою любимую ученицу? Ты правда все еще любишь меня? Конечно, дорогая. Кстати, мне надо тебе задать один вопрос. Я так страдала от всех этих проблем, но я сказала себе, нет, Мария, милая, хорошая. Она бы не сделала такое моей маме. И моему брату. Я была так рада, когда узнала, что ты хорошая. Я ни в чем не виновата. Это все моя сестра. Мария, милая, ты не виновата, что она такая бесстыжая и такая... Прости. Нет. Нет, дорогая, мне больно, но... Но я не могу ее оправдывать. Мария, милая, не сердись. Честно говоря, между нами... Мне она никогда не нравилась. Но я даже представить не могла, что она уведет моего папу. Он приходил к нам сегодня. Это было так грустно. И вместо того, чтобы остаться...